Девушки отдыхают 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 Ждем всех! Уже второй год в Пермском крае, как и во всем мире, ведется борьба с коронавирусной инфекцией, и мы понимаем, насколько устали наши медики. У нас есть все шансы для того, чтобы победить коронавирус. Эти шансы связаны с прохождением вакцинации. Я призываю еще раз жителей Пермского края отнестись ответственно к своему здоровью, здоровью своих близких, и поставить прививку от коронавирусной инфекции для того, чтобы мы максимально быстро сняли все ограничительные меры, и жизнь возвратилась в нормальное и привычное русло. 12 ноября в селе Орда прошел региональный фестиваль чемпионов игры ГТО. Спортсмены нескольких муниципалитетов показали себя в силе, меткости, скорости и гибкости. В личном зачете звания чемпион ГТО «Гибкость» получили Хаюмова Анжелика, Титова Ольга, Макуров Виктор, Коровкин Павел, чемпион ГТО «Меткость» Коровкин Павел, чемпион ГТО «Сила» Горбунова Анна, Хаюмова Анжелика, Макуров Виктор, чемпион ГТО «Скорость» Горбунова Анна, Титова Ольга, Макуров Виктор, Хаюмова Анжелика. Победа для наших кунгурских спортменов – шанс попасть на всероссийский этап фестиваля. От таких этапов по краю будет проходить, по-моему, 5, то есть один из, это был в Орде, то есть собирались в ближайшие территории к Орде, и дальше, к примеру, на следующий день то же самое мероприятие проходило в Чайковском, 16-го будет проходить в Краснокамске, и по итогам всех этих этапов будет формироваться сборная команда Пермского края, которая будет представлять наш край в городе Белгород уже на всероссийском этапе данного фестиваля, который будет проходить 8-12 декабря. Сотрудники труда призывают всех следить за своим здоровьем, питанием, заниматься спортом и не забывать о комплексе «Готов к труду и обороне». Знак ГТО дает некоторые скидки на стоматологию, страхование и даже на горнолыжный курорт. Знак ГТО, он личный, вообще идет знак и удостоверение. Удостоверение – это документ, действительно, в котором заполняется фамилия, имя, отчество, дата приказа присвоения, плюс они разные по цвету, то есть золотой он красный, серебряный он голубой, тоже серебряного цвета, и бронзовый, получается бронзовый, и в середине зеленый цвет. В программу также входила эстафета ГТО. По ее итогам Кунгурский муниципальный округ стал абсолютным чемпионом. Отметим, что это был первый этап отбора на всероссийские игры. Впереди еще несколько этапов в разных городах Прикамья. Наши спортсмены показали прекрасный результат, имея высокий шанс на то, чтобы попасть в сборную Пермского края. Проект «Арт-студия Фотомикс» для молодых начинающих фотографов завершен. 20 участников с 15 сентября прошли мастер-классы от опытных конгурских фотографов. Учились работать со светом и гримом. Как итог четыре фотопроекта. Каждый из них посвящен литературному произведению. Одна из творческих групп для фотосессии выбрала сказку Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» и воссоздали известную сцену чаепития у безумного шляпника. Фотосессия прошла легко. Я сначала думала, что мне не подойдет роль шляпника. Во-первых, она мужская, во-вторых, он такой веселый, я немного сдержанный человек сама по себе. Но, видимо, помог костюм, перевоплощение. Еще команда, которая была вокруг, она прям раскрепощала. Наш фотограф тоже нас раскрепощал. И у нас все так замечательно получилось. Проект реализовали благодаря участию и победе в Молодежном библиотечном информационном центре в конкурсе молодежных инициатив нашего округа. Вначале планировалось, что участниками станут школьники и студенты от 14 до 20 лет. Но идея так понравилась кунгурской молодежи, что возрастные рамки стали шире. Ведь у искусства, как отмечают кураторы, нет никаких ограничений, в том числе по возрасту. На закрытии проекта можно увидеть и выставки работ, и небольшие фильмы, подготовленные организаторами. Мы создали виртуальные онлайн-выставки, которые в видеоформате мы опубликуем на сцене нашей группе ВКонтакте, которую можно будет еще где-то выкладывать. И они также презентуют эти работы. Они дополнены музыкальным сопровождением, цитатами, то есть уже несут какую-то дополнительную еще такую смысловую нагрузку и ту идею, которую ребята вкладывали в них. Все участники разделились на небольшие группы, и каждая работала над своими произведениями. Кроме «Алисы в стране чудес» прошли фотосессии по мотивам мистической повести Гоголя Вий, фантастического рассказа Рая Брэдбери «Все лето в один день». Вдохновлялись молодые фотографы не только классиками российской и зарубежной литературы, но и произведениями современников. Так, четвертый фотопроект показывает сцены из постапокалиптического романа Дмитрия Глуховского «Метро 2033», описывающей жизнь людей в московском метро после ядерной войны на Земле. Но не всегда работа над фотосессией для молодых фотографов проходила гладко. По времени длилось около недели, потому что как бы у нас половина отсняла проект, а вторая все еще болела. И мы не могли. Получилось так, что это у нас продлилось на неделю. Вот мы через неделю выздоровели, начали заново завершать этот проект. Потом через пару дней, мы можно сказать, что сделали прям под конец срока вообще. Кстати, все фотографы бесплатно провели свои мастер-классы. Они стали своего рода волонтерами-кураторами и помогли ребятам улучшить свои профессиональные навыки. Мне было интересно поработать с кунгурской молодежью, и я постарался им дать знания, которые у меня есть. И считаю, что такие проекты нужны для кунгура. С помощью фотографий организаторы и участники стремятся привлечь молодых людей к чтению, показать, что литература – это интересно и современно. Подробно познакомиться с каждым проектом можно в группе молодежного библиотечного центра во ВКонтакте. В минувшее воскресенье на трассе Перми-Екатеринбург произошло ДТП. 14 ноября в дневное время из Перми в сторону Екатеринбурга под управлением 31-летнего водителя двигался автомобиль Mercedes-Benz с полуприцепом. На 83-м километре «Лихач» нарушил дистанцию, допустив столкновение с впереди идущим транспортом – Land Rover Range и Mercedes-Benz с полуприцепом. В результате ДТП пострадал 35-летний водитель Land Rover. «Если вы стали свидетелем грубых нарушений правил дорожного движения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефонам, указанным на экране», призывает госавтоинспекция Кунгура. Уроженец Кунгура Матвей Мечков вошел в историю отечественного хоккея. Форвард сборной России в минувшую субботу 13 ноября забил гол в ворота Швеции и стал самым юным нападающим. На тот момент ему было 16 лет, 11 месяцев и 4 дня. Юноша побил многолетний рекорд титанов хоккея Владислава Третьяка и Александра Овечкина. Матвей вместе с папой и по совместительству первым тренером Андреем Владиславовичем начал заниматься хоккеем в Кунгуре. В 7 лет попал в Пермский Молот, затем в Ярославский Локомотив. Сейчас он играет за питерский хоккейный клуб СКА и является главным молодым талантом нашего хоккея, сообщает сообщество Кунгурспорте. В последнее воскресенье ноября 28 числа мы будем поздравлять наших любимых мам. В честь этого замечательного праздника отдел ЗАГС Кунгурского округа проводит акцию «Я рисую маму». Участие может принять как одиночный рисунок ребенка, так и коллективная работа. Необходимо нарисовать портрет мамы в любой технике и любыми материалами. Главное – подключить фантазию. Разместить свои работы и фото мамы нужно в предложенных новостях группы ВКонтакте «Кунгурский ЗАГС», указав данные мамы и ребенка или детей, выполнивших портрет. Работы будут размещены в преддверии праздника в новостной ленте. Завершились краевые соревнования «Школа безопасности-2021», которые в этом году проходили в дистанционном формате. В конкурсной программе видеороликов приняли участие команды из 10 образовательных организаций Прикамья, более полутора сотен школьников. Цель конкурса – активизация туристско-патриотической работы с обучающимися образовательных организаций по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». По итогам конкурсного отбора видеороликов первое место заняла команда «Вертикаль» из дома детского и юношеского туризма и экскурсий. Третье место заняла команда «Всероссийское добровольное пожарное общество» из Комсомольской школы. В номинации «Юный вводник-2021» первое место заняла команда из Комсомольской школы, второе место у ребят из дома детского и юношеского туризма и экскурсий, информирует сайт Кунгурского округа. Уже второй год в Пермском крае, как и во всем мире, ведется борьба с коронавирусной инфекцией. И мы понимаем, насколько устали наши медики. У нас есть все шансы для того, чтобы победить коронавирус. Эти шансы связаны с прохождением вакцинации. Я призываю еще раз жителей Пермского края отнестись ответственно к своему здоровью, здоровью своих близких и поставить прививку от коронавирусной инфекции, для того, чтобы мы максимально быстро сняли все ограничительные меры и жизнь возвратилась в нормальное и привычное русло. Вкусную и качественную, доступную молочную и мясную продукцию теперь можно купить в одном месте. В Кунгуре по адресу Свободы 36 открыт первый фирменный магазин акрофирмы «Труд» «Вкусносытов». Продукты от производителя – частый гость на столах кунгуряков, ведь за все время существования, а это ни много ни мало четверть века, менялась упаковка, расширялся ассортимент, и лишь вкус и качество оставались неизменны. Вся продукция, которая наша фирменная, приходит прямо с завода. То есть мы не перекупы, мы никто, мы завод. Мы это изготавливаем, мы отвечаем за качество. Магазин формат такой. Пришел, все купил для такого ежедневного использования. Человек пришел, закупил все, что надо, на вечер мог спокойно, качественно покушать, без всяких ГМО и добавок, само собой. Это у нас никак не приветствуется. Наоборот, руководство Юрия Александровича, Владимира Юрьевича Шишкова, наши директора, очень строго за этим следят. Очень строго. Торговая точка вкусносытов привлекает не только удобством расположения, но и своим широким ассортиментом. Полки буквально ломятся от изобилия товаров. Например, мясная и колбасная продукция здесь представлена не только агрофирмой «Труд», но и коллегами из Кудымкара «Мясным домом Петровский». В целом, каждый, даже самый искушенный клиент найдет здесь товар на свой вкус, что существенно сэкономит время покупки, а дружелюбный персонал магазина всегда поможет с выбором. Лояльная система скидок также стала визитной карточкой магазина. У нас присутствует скидка 15% молочной продукции. То есть, ну, вы заблагоременно об этом вас оповестим, и вы узнаете. И также будет скидка на мясную продукцию 15%. Фирменный магазин вкусносытов открыл свои двери лишь неделю назад, но уже сейчас здесь появились свои постоянные покупатели, для которых качество продуктов является приоритетом. Кунгурячке Вере Рожковой посчастливилось воочию увидеть работу предприятия на одном из корпоративных праздников, после чего выбор молочной продукции для женщины не изменен. Гостеприимство людей, которые там работают, просто поражает. И вот руководитель, он в очень доступной форме, очень понятно, все рассказал. И вот я сейчас просто пришла и очень рада, что у нас в Чуремушках открылся такой, наконец-то, магазин. Потому что у нас получилось так, что мы даже ездили туда специально. Сыр копченый, адгейский, сыр мягкий, сыр копченый, я могу перечислять. Потом сметана у них шикарная, масло вообще. Ну, в общем, мне волнует только это. То есть рекомендуете? Да, да. Я двумя руками за. Еще одна покупательница, фунгурячка Татьяна Ушакова, также знакома с товарами от местного производителя Непонаслышке. Отчего и приходит за свежей молочкой только сюда. Уже давно покупаю эту продукцию. И сметану, и молоко, и сыр очень люблю адгейский. Это хорошая продукция, качественная, натуральная все. Очень хорошо. Агрофирма Труд – это крупнейшее в Прикамье сельскохозяйственное предприятие, насчитывающее без малого 30-летнюю историю. За эти годы она зарекомендовала себя как ответственный производитель, гарантирующий неизменное качество своей продукции. Поэтому увеличение срока годности молочной продукции с 3 до 7 суток вызвало немало вопросов. Делится заместитель генерального директора холдинга Олег Кашеваров. Но, как оказалось, дело здесь в соблюдении стандартов, а не в химических добавках. Мы вкладываем огромные суммы в реконструкцию нашего завода молочного, да, ну и мясного, само собой. Ну, молочный, он новый, а молочному уже 25 лет на секундочку. Поэтому мы вынуждены реконструировать, добавлять новое. И сделали вот эту сипмойку, автомат, который моют сам. Людской труд на минимум в плане мойки. Что нам позволило, это все доказано, все это проверяется. И поэтому 7 дней. Вот только поэтому, а не потому, что там что-то подсыпали. Такого нет. Совсем скоро торговая точка с вкуснейшей продукцией распахнет свои двери и для жителей микрорайона Нагорной. По словам руководителей сельхозпредприятий, агрофирма «Труд», в дальнейшем ассортимент товара в фирменных магазинах будет лишь увеличиваться. Радуя своих любимых покупателей привлекательными ценами. Вкусносытов с любовью и строильги. 14 ноября кунгуреки написали географический диктант. Его с 2015 года проводит Русское географическое общество. Диктант состоит из 40 вопросов, разделенных на две части. Первая – 10 вопросов базового уровня. Так называемый географический ликбез на основе общеизвестных фактов географии. Во второй части – 30 вопросов. Чтобы на них ответить, нужно применить образное мышление, системную логику и эрудицию. Каждый год Русское географическое общество готовит для участников сюрприз и приглашает озвучить вопросы известных культурных, политических и общественных деятелей. И сегодня знания по географии будут проверять российский государственный деятель, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Знаток и ценитель русских народных песен, основательница и солистка музыкальной группы, певица Пелагея. И, наконец, актер, народный артист России, телеведущий, знающий толк в интеллектуальных шоу, Леонид Якубович. Анатолий Фазулов пишет географический диктант уже третий раз и всегда приводит с собой внуков. Признается, участие дается ему несложно, ведь мужчина с детства любит природу. Эти вопросы мне показались легче, но есть над чем работать. Если участвовать дальше, охота еще больше, глубже к глубже копаться. Мероприятия очень-очень-очень полезны. Полезны. Жаль, что так мало народу приходит по разным причинам, но надо открывать, наверное, больше площадок, и тогда будет приходить больше народу. Каждый участник получит свидетельство об участии сразу после проведения диктанта. Правильные ответы опубликуют на официальном сайте геодиктанта 25 ноября. Узнать результаты участники смогут после 6 декабря по QR-коду или индивидуальному номеру. Ребята, я предлагаю создать сплав «Белее» с магнием, и тогда у нас будет самый легкий и прочный сплав в мире. Под руководством заслуженного режиссера Юрия Токарева в Театре юного зрителя города Кунгур готовится новая постановка. Театралы планируют показать премьеру уже в декабре. Спектакль носит неоднозначное название «Чудесный сплав». Сам режиссер отмечает, что главное здесь – сплав человеческих качеств. «Чудесный сплав» – это объединение, они химическую какую-то структуру ищут, да? Сплав такой, да? Ну, для меня сплав – это сплав человечности, доброты, какой-то сплав общеколлективного поиска. Ни один спектакль не ставится просто так, уверен Юрий Федорович. Главная задача режиссера – угадать время, когда нужно выпустить постановку, отразить в каких-то сценах сегодняшний день. «Чудесный сплав» как раз угадывает настоящее время. Наша задача, моя режиссерская, здоровая, трудная, но необходимая – угадать время. Если я не угадаю время и поставлю спектакль, он будет красивенький, ну и что? Все. Юрий Токарев все так же командует актерами и помощниками. Не торопись, музыку сделайте тише, прочувствуй момент. Очень важно ребят воспитать, а не из театра выходят другие, говорит режиссер. А поставить спектакль – это уже потом. Постановка основана на пьесе Владимира Киршона, написанной в 1933 году. Когда-то «Чудесный сплав» обошел почти все профессиональные и самодеятельные театры страны. И уже скоро его увидит кунгурский зритель. 16 ноября в Кумбуре пасмурно, снег. Температура воздуха ночью минус 11, днем минус 5. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 8 метров в секунду. Как мы создаем будущее? Что делаем? О ком заботимся? Какую перепись выбираем? Хотим переписаться дома? Пойти на переписной участок? Или пройти перепись на портале госуслуги.ру Что бы мы ни выбрали, мы создаем будущее. Пройдите перепись до 14 ноября. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Большие неприятности начинаются с маленькой дистанции. Держи дистанцию. Похоже, сейчас будет контратака. Он набирает обороты, вырывается вперед. Опасный момент! Выход один на один и... Он чуть не попадает прямо в девятку, а! Помните, обгон это не игра. Чтобы дорога была длиною в жизнь, не спешите обгонять! Давай скорее! Слушай, в наборе? Зря! Какой? Слушай, какая разница? Ну что значит, какая разница? В наборе не вечно. Мы сможем в таких-нибудь дешевых собраться, а не у моих любимых. Собрем там никуда. Ну ладно, тут ехать две минуты. Чего? Да это я не тебе! Все, говорю, выезжай! Ну, кстати, нет, так что махом налетим. Какие мы, когда создаем будущее? Что чувствуем? С кем связаны? Что для нас важно? Ответы в каждом из нас. Ведь все мы создаем будущее. Всероссийская перепись населения онлайн. До 14 ноября. Субтитры подогнал «Симон» Более 40 жизней разбиваются каждый вечер из-за управления автомобилем в нетрезвом состоянии. Выпил? Не заводись. Разобьешься. Движение безопасности. Бездтп.ру Алло. Я за рулем, но если недолго, говори. Нет, нет, нет. Почему я не знаю? Сегодня не получится, у меня сегодня вечер очень важный. Будьте они короче. Поехали! Пойдем быстрее! Я Маше предложение буду делать. Ну серьезно, серьезно. Созрел, да. Ну куда мы так торопимся? Да, езжай. Ну где ты, блин? Возьми трубку уже, е-мое. Пойдем. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...